установка графической графаны для zabbix будем устанавливать через репозиторий первым способом открываем установка через репозиторий выбираем способ 1.3 устанавливаем первый пакет запускаем установку пакета данный пакет установился переходим к установке следующего пакета запускаем установку данный пакет успешно установлен следующая команда добавит автоматический ключ в репозиторий для скачивания пакетов графаны а также укажет путь в репозиторий на пакеты графаны на сам репозиторий вводим данную команду данная команда отработала успешно обновляем список пакетов так как данная команда у нас не захотела добавлять дополнительный репозиторий добавим его вручную введем следующие репозитории для антипрайс для предприятия команду суда я уберу так как я работаю под рутом запускам данный репозиторий успешно добавлен проверим выходим запускаем обновление репозитория переходим непосредственно к установке графаны для этого вводим команду для установки графаны запускаем установка успешно завершена переходим далее после того как графана установилась нам нужно запустить сервер для этого воспользуемся следующими командами проверим запустилась ли у нас служба графаны данная служба активна добавим графану в автозагрузку при старте сервера попробуем зайти в веб-интерфейс веб-интерфейс у нас находится на 3000 порту по умолчанию логин пароль у нас используется админ вводим логин пароль менять пароль пока мы не будем пропускаем данный шаг и так веб-интерфейс графана у нас открылся далее нам нужно настроить файл конфигурации базу данных подключение к базе данных поставить плагин для zabbix все это соединить в одну систему и проверить как это все будет работать итак в веб-интерфейс мы удачно попали продолжаем установку далее получаем список доступных плагинов для графаны здесь мы получили список плагинов доступных для графаны внизу пишется после установки любого из плагинов либо нескольких плагинов нужно перезапустить службу графаны нам нужен следующий плагин для связки с zabbix устанавливаем данный плагин запускаем установку установка будет происходить в папку varlib graphana плагины установка успешно завершена перезапустим графану далее нам нужно в веб-интерфейсе включить данный плагин переходим в веб-интерфейс выбираем конфигурация шестеренка плагины здесь находим плагин zabbix нажимаем включить здесь также есть файл с описанием вкладка по настройке данного плагина далее нам нужно создать пользователя для подключения к базе данных zabbix данный пользователь будет с правами только чтение для создания пользователя зайдем mysql после входа выполним команду на создание пользователя графана пароль для теста укажем также графана пользователь успешно создан выходим из mysql также данного пользователя мы можем просмотреть php myadmin учетные записи пользователей зайдем в учетную запись графаны редактировать привилегии здесь у нас глобальные привилегии отключены переходим в базу данных базу данных выбрана zabbix db редактировать привилегии здесь данные разрешат выборку данных все остальные операции у нас не разрешены после того как мы создали пользователя графана для базы данных zabbix переходим непосредственно к настройкам в самой графане для этого переходим конфигурации источники данных добавить источник данных здесь выбираем mysql вводим следующее данное название можно ставить mysql либо можно переименовать zabbix db здесь оставляем localhost по умолчанию база данных zabbix db имя пользователя графана пароль мы также указали графана здесь мы указываем пропустить здесь параметры подключения мы оставляем по умолчанию mysql подробности также мы оставляем по умолчанию нажимаем сохранить и проверить проверка доступа к базе данных у нас прошла успешно далее нам нужно добавить источник базы данных для плагина zabbix для этого переходим опять же конфигурация источники данных добавить источник данных выбираем zabbix здесь указываем название я указал zabbix db далее указан url на айпи zabbix а данная настройка включена по умолчанию доступ указываем сервер здесь ничего не указываем ниже детали айпи zabbix указываем логин и пароль для веб-интерфейс zabbix а выбираем версию zabbix а в моем случае это 4 и выше прямое соединение с bd включить указываем источник данных который мы создали на предыдущем этапе mysql оповещение включаем оповещение добавить порог максимальная серьезность здесь можно выбрать различную серьезность далее нажимаем кнопку сохранить и проверить проверка прошла успешно не выходя из данного раздела перейдем на следующую вкладке следующая вкладка это сводки здесь можно сразу сделать импорт стандартных шаблонов zabbix нажимаем импорт переходим на главную страницу здесь у нас появились наши шаблоны в графане нажимаем состояние системы zabbix здесь можно обновить панель выбрать как часто будет обновляться данная панель выбрать фильтр за какой промежуток будут показаны данные настроить данную панель сохранить добавить в избранное добавить еще одну панель здесь можно выбрать то мы хотим просмотреть если у нас несколько групп импорт сторонних шаблонов для графана осуществляться следующим образом нажимаем импортировать нажимаем загрузить файл jones и указываем jones файл либо можем вставить сам код jones и нажать кнопку загрузить шаблон полностью должен соответствовать шаблону zabbix то есть имена групп должны совпадать имена элементов также должны совпадать имена узлов и также в каких группах расположен узел данное имя также должно совпадать если данные не будут совпадать шаблон будет работать не полностью либо шаблон не будет работать вовсе либо создавать шаблон вручную также отсюда можно выгружать данные шаблоны делиться с кем-либо нажимаем настройки модель johns здесь открываться данный johns копируем его и сохраняем его в отдельный файл johns либо можно взять у кого-то измененный файл и заменить в данном случае заменится шаблон как выглядит данный шаблон на реальной машине здесь он уже подтягивает все группы которые созданы также он сюда выводит ошибки информационные в среднем данные шаблоны у меня работа не совсем корректно так как я переделал шаблоны дефолтные в самом zabbix и графана не совсем корректно связываться с текущими шаблонами например панель управления zabbix сервер данная панель у меня не работает совсем так как здесь элементы названы по-другому я же их переименовал на момент съемки видео на zabbix шары вышел шаблон связанный с коронавирусом мы решили попробовать данный шаблон данный шаблон у нас в графане выглядит следующим образом здесь можно выбрать другую страну например выберем россию ниже отображается данные для россии ну это так как пример позже ниже в инструкции возможно будет что-то появляться новое по настройке с графаной возможно будут какие-то новые разделы по графане на данный момент установка завершена